А всем привет с канала Камрад Майор и новый обзор в модельной рубрике. Уже можно было составить из всех моделей, что были у меня на канале, отдельный канал про моделирование, но зачем? Сборная сорянка это всегда лучше. Значит, сегодня у нас модель, сегодня у нас 26 ноября, модель от фирмы Звезда Ту-160, российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, изготовленный по лицензии Туполева. Эту модель я хотел еще сентября месяца, увидел ее в отделении почты России у себя в районе, и прям очень хотел приобрести эту модель, и вот наконец созрел. А то там что-то другое покупалось, что-то другое заказывалось. Модель 1 к 144, но учитывая, что это бомбовая авиация, естественно, он будет очень здоровый. Конечно, я его уже посмотрел, как всегда. Значит, рисунок у нас жирного. Рекомендуемые используемые цвета. Ненавистный 17-й белый цвет. Декали. Видим, что 153 детали, что, кстати, очень много для самолетов подобного рода. Вот здесь очень много в шасси, в двигателях. И видим размер 37,5 см. Это очень большой самолет. Значит, тут мы что имеем? Орленок, который также у меня просится в коллекцию очень давно. Надо будет заказать, а то его вообще их скоро не найти будет. Су-50 в 72-м масштабе, тоже неплохой истребитель. И Су-24, фронтовой бомбардировщик, который я хочу, кстати, больше, чем вот этот. Но это все потом. Значит так. Открываем мы нашу модель. Сейчас перевернем. Литники идут в пластиковом пакете. Это я все снял. Взглянем, наверное, сначала на сами литники, потом на инструкцию. Значит, у нас идет самолет из двух частей. Сам его корпус, это выглядит примерно вот таким вот образом. То есть, видно габариты. Здесь устанавливается хвост. Тут крылья, движки, шасси, кабина. То есть, довольно это большой размер для модели. Есть от фирмы Трумпитер, Тур-160-72. Он вообще, наверное, размером со стол. Дальше здесь у нас идет два литника. Это турбины. Точнее, даже не турбины. Это выхлопные трубы турбин самолета. Это шасси. И как раз таки здесь идут управляемые ракеты. Так как это ракета-носитель. Далее у нас идет движки. Как раз таки. Оперение хвоста. Здесь два одинаковых литника. На которых как раз таки были две половины корпуса. Идут еще шасси. Стойки. Вот они. Идет кабина. И решетки. Турбин. Не знаю, как правильно назвать. И идет сам получается хвост. И воздухозаборники с прочей фурнитурой. По литникам. Скажу, что это литники 2005 года. Но при всем при этом пресс-форум довольно себя не потрепало. То есть как бы 16 лет пресс-форум. И изготовлена эта модель конкретно в апреле 2019. Как бы ну ничего страшного. Вроде как бы нет. Расшивка вся видна. Далее у нас идут крылья. Вот такого рода, которые могут регулироваться по нужному нам направлению. Опять-таки информация звездовская. Что да, не используйте с маленькими детьми, которые могут наглотаться мелких деталей. Будьте аккуратны при покраске. Дальше идет также в зиповском пакете фонарь кабины. И прочие части, выполненные из стекла. Это, кстати, 2006 год пресс-форума. И декали, значит, Ту-160. Это, естественно, наши авиационные звезды. Флаги ВДВ. Либо это флаг авиации, прошу прощения. И триколор. Опять-таки с чего это ты? Да, кстати, это триколор. Просто вот эта часть, она идет прозрачная. А сам самолет белого цвета. Поэтому это будет как триколор. И идут имена, в честь кого были названы самолеты. Есть Павел Таран, Иван Юрыгин и Илья Муромец. Я, вероятнее всего, буду делать Илью Муромцы. Так как все самолеты в действительности были... Их, кстати, более 20-21 вроде бы, кстати. И все они носят различного рода имена. Вот мы будем делать, вероятнее всего, Илью Муромца. Значит, складываем литники обратно аккуратно. Я читал отзывы о модели, о ее хорошей стыкуемости. И я надеюсь, что не придется использовать так много шпаклевки и какой-либо доводки. И теперь по инструкции. Значит, сразу окрас. Мы видим преимущественно это окрас в 17-й цвет звездовский. Это белый. И здесь идут вариации декали. То есть, вот Иван Юрыгин, Павел Таран и Илья Муромец. На Илье Муромце используется герб России. Двуглавый орел не используется на хвосте звезды. Далее, значит. Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 может поражать ядерным и обычным оружием объекты, расположенные в любой точке земного шара. Благодаря крылу изменяемой стреловидности он способен совершать полеты как на малых высотах в режиме исследования рельефа местности, так и на больших высотах. Особенности компоновки вместе с реализацией ряда технических решений позволили значительно снизить радиолокационную заметность бомбардировщика. Бомбардировщика является самым большим серийным боевым самолетом в мире. Значит, здесь перечисление литников и деталей. Видим, что, естественно, у нас начинается это все со сборки кабины. Далее кабина устанавливается в половину корпуса. Устанавливаются крылья в зависимости от положения крыла, которое мы хотим сделать. Мне больше всего нравится первое положение. Жаль, что нельзя будет их регулировать. Хотя, мне кажется, если сточить вот эту деталь, в которую упирается крыло, то можно, кстати, это сделать. И получается, крыло будет ходить между двумя оставшимися. Далее идет сборка хвоста. После чего фиксация хвоста, фиксация выхлопа. Также уже идет сборка самого отсека пилотов. Установление фонаря. Сразу написано, что не красить стекло. При закрытом положении люк. При открытом положении сборка двигателей. Фиксация двигателей. И дальше идут для положения крыльев. В первой, либо третьей нумерации. Установка воздухозаборников. Сборка шасси. Так, их установка при открытом и закрытом положении. И также у нас идет сборка ракеты-носителя. Значит, каким образом он будет фиксироваться в фюзеляже. Будем делать, как всегда, на шасси. Так как это интереснее. Главное, чтобы несущая часть вот это выдержала и ничто отсюда не сломалось. Все. Вот это примерно представляет из себя инструкцию. Так, значит, смотрите. Обзор мы с вами завершили. Модель я однозначно рекомендую к сборке тем, кто занимается именно нашей российской, либо советской авиацией. Кому как угодно. Пожалуйста. Так как, особенно при использовании хорошей белой краски. Это Pacificara, это Tamiya в глянцевый белый. Самолет будет выглядеть просто шикарно. Чтобы сделать его красивым белым красками компании «Звезда», придется вылить 5-6 флакончиков белой краски. Вот такой вот. И не факт, что получится это сделать, потому что это будет ложиться просто проплешинами. Даже вам сейчас могу, наверное, показать, что происходит при неграмотной работе с данной краской. Вот, пожалуйста, прошу, это Boeing, которым я, кстати, доволен, так как собирал его еще не будучи малоопытным. И вот мы можем заметить все эти следы проплешин. Здесь 7-8 свое в краске, которая все равно не ложится ровно. Потому что ее нужно, что делать правильно, распылять. А так, нареканий по самолету Ту у меня нет. Однозначно рекомендую вам его к сборке. С вами был Камрад Майор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Обратная связь у нас работает всегда. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok